Демонстрация Oracle FBI Applications. Воденемся на сервер. Попадаем на стартовую страницу. В перечне дашборда введен весь набор предметных областей. По каждой предметной области существует набор информационных панелей. На каждой из них дашборды расположены на закладах. Примерно таким образом выглядит информация о финансах. Total overview. Суммарный кешфлоу. По некоторым отчетам доступен просмотр как в табличном, так и в графическом виде. Набор интерактивных контролов. Вот, к примеру, затраты по категориям. Наибольшие 10 центров по затратам. Доступен drilldown. В данном случае он реализован через действие. Переход на другой отчет. Детализация по сути. Вот мы попали на более детальную информацию. По концентру контроллер с офис. Ну и можем опуститься до конкретного клиента. Вернемся сначала. Тоже доступна по кешфлоу детализация. Конкретно он перейдет на вот эту вот закладку. Немножко сервер тормажит. Не настолько мощный компьютер. Пока посмотрим информацию по балансу. Ежемесячная, ежеквартальная. На каждом дашборде присутствует набор фильтров. Бюджеты с реальностью сравниваются. Тот же drilldown. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Сейчас попробую повторить. Очень просто. Много деталей, я, скажу. Да, не так уже много оказалось. Похоже, моя машина сейчас перегружена слегка. Информация по ликвидности, финансовой структуре компании, баланс главной книги по аккаунтам, информация по доходности. Как видим, основные показатели отслеживаются полумесячные изменения. И цветовая идентификация. Тот же P&L, вы его уже видели. Маржинс, заходы. Кроме грилдауна присутствуют переходы на другие отчёты. Топ-10 лучших продуктов по доходности. Пользователь, Customs. Информация по продуктам. Собственно, весь перечень предоставляемого контента можно увидеть в документации. Это ознакомительная такая демонстрация, чтобы понимать, как выглядит тот или иной контент. что касается маркетинга. Планирование маркетинговых компаний. Вот, как видим, под каждую роль отдельный дешборд, отдельная закладочка. Директор, Executive. Информация по бюджетам активности. Финансовая информация. Информация ожиданий, анализ ожиданий по времени. Прогнозы. И, соответственно, затраты маркетинговые. Они же по регионам. Бюджет. Запрошенный бюджет. Выделенный. Соответственно, как потрачено. Эффективность продаж оценивается. По регионам, по периодам. Анализ проводимых компаний. Общая информация. Количество запланированных ивентов по регионам. Затраты на проводимые ивенты. По категориям. По типам. История бюджетов. Сравнение. Action with forecast. Ну и результат. Тут, как видно, не вся информация доступна. Обращение к пользователю B2B. Ну и присутствует некий голосарий. Ссылочками. Как видим, отдача от компаний. Можно выбрать какой-то конкретный. Посмотреть. Либо все. Слеживание. Трекинг компании. Слеживание. Трекинг компании. Задумчивый у меня сегодня лептоп. Придется пару секунд подождать. Ну, как видите, много контента, довольно. Информации в нем не так много. Музыка. Тайклайны. Авторик. Все это можно в очередь будет увидеть на переданной вашему IT виртуальной машине. Сможете сами посмотреть, какой контент есть. Ну, а перечень, общий перечень все-таки лучше искать в документации, там будет более понятно. Энергическая структура источника. Отклики от компании, тоже информации не так много здесь. Вот, собственно, где-то так выглядит BI Applications. Ну, ясно, большее количество данных несет больше информативности. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова